Продолжение следует... Даже собственный внешний вид, ей ничего не хотелось и ничего не доставляло радости. Она даже всерьез раздумывала над тем, чтобы свести счеты с жизнью. При этом внешне она всегда сохраняла полное спокойствие. По этой причине близкие не могли понять, что с Кудрявцевой что-то происходит. «У меня была клиническая депрессия. Я утром просыпаюсь и понимаю, что не хочу жить». Об этом светская львица рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись». Также Лера Кудрявцева призналась, что лежала в клинике невроза в полтора месяца. Медики помогли знаменитости восстановить ментальное здоровье. 50-летняя Лера Кудрявцева в прошлом году переболела новой коронавирусной инфекцией. После выздоровления телеведущая столкнулась с тяжелыми последствиями. Кудрявцева пожаловалась на частые головные боли и нестабильное психологическое состояние. По признанию теледива, она периодически испытывает чувство тревоги и раздражения. Сегодня психолог объяснил, что бесконечные переживания Кудрявцевой могут негативно сказаться на ее здоровье. Алексей Сберовский посоветовал Лере немедленно обратиться к специалисту, чтобы восстановить нервную систему. Медик отметил, что долгое нахождение в подавленном состоянии может привести к серьезным заболеваниям. Могут появиться проблемы с давлением и сердцем. Может понизиться иммунитет, и тогда человек станет восприимчивым к тем болезням, которым обычно он хорошо противостоял. Плюс могут обостриться хронические заболевания, объяснил врач в беседе с журналистами. Напомним, Кудрявцева впервые рассказала о своем угнетенном состоянии. В прошлом году теледива поделилась, что просыпается в раздраженном состоянии, и ее может вывести из себя любая мелочь. Лера даже намеревалась купить грушу, чтобы вымещать на ней зло. Тогда же ведущая ток-шоу «Секретный миллион» сообщила, что из-за стресса не может бросить курить и чувствует опустошенность. Она даже начала принимать успокоительное, чтобы привести нервы в порядок. Позже, узнав о плохом самочувствии, Лера терапевт порекомендовал ей отказаться от седативных средств, поскольку они вызывают зависимость. Врач пояснила, что организм будет требовать постоянного увеличения дозы, чтобы ощущать спокойствие. Телеведущая также пыталась расслабиться с помощью массажа, но процедура помогла ей только временно отвлечься от негативных мыслей. По словам Леры, она постоянно чувствовала усталость и слабость. В марте Кудрявцева и вовсе призналась, что столкнулась с клинической депрессией. Как объяснила сама знаменитость, «Однажды утром она встала с кровати и поняла, что больше не хочет жить. И вот у меня окно, и я думаю, ну вот если я сейчас выйду в это окно, я что-то почувствую?» И я поняла, что нет. Откровенно поделилась Валерия. Теледива добавила, что в тот страшный для нее жизненный период ей были неинтересны ни собственные дети, ни родители. Кудрявцева уточнила, что справиться с заболеванием ей помогли врачи. Телезвезда прошла лечение в клинике неврозов. «При депрессии ты суп не сваришь, тебе плевать на одежду, на то, как ты выглядишь, ты ничего не хочешь вообще», поведала она историю о своей болезни.